Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! Я опять ни свет ни заря встал на пробежку, я же спортсмен бывший, я же без этого не могу. Хотя я разделяю взгляды Уинстона Черчилля, когда его спросили, откуда у вас столько здоровья, так долго живете, все время пьете и курите. Он говорит, так поэтому долго и живу, потому что каждое утро, говорит, я курю, пью коньяк и никакого спорта. Тоже интересная точка зрения. И вот я пробежался аж целых метров 300, может 400 от нашего бунгало к этим домикам. А тут что грамотно вальдинцы делают? Они везде ставят качели, чтобы эпикурейцы из России, особенно рокеры знаменитые, типа Волощука СД, могли пробежаться, потом прилечь, отдохнуть и подумать о вечно. И потом воплощали это в своих рок-н-роллах, балладах и блюзах. Понимают люди толк. Где должны люди думать о вечном? И как? В какой обстановочке? Вот тут. Ну а о чем должен думать еще настоящий рокер? Конечно же о вечном. Это плохие рокеры. Про митинги, про плохую власть, про злобу дня. Они забывают о том, что настоящая поэзия, это не на злобу дня. Это про ужас дня. Обо всем вам уже рассказал. О чем только можно. И про отель, и про остров, и про рестораны, и про бассейны. А про море ничего не сказал. Про Индийский океан. Хочу кратко рассказать. Но не о самом Индийском океане. Конечно же, вы и без меня можете это все прочитать в интернете. А хочу рассказать о своих впечатлениях об Индийском океане. Которые у меня сложились после посещения четырех мест. Это Таиланд. Это Шри-Ланка, остров Цейлон. Это остров Маврикий. И это Мальдивы. И везде он был разный. Разный абсолютно. Как разнообразная и вся наша жизнь, как вы сами понимаете. Так и океан, это сама жизнь. Самый страшный океан был, конечно, на острове Цейлон, на Шри-Ланке. Там была такая мощная волна. Такой гул стоял. Утробный, низкий. Жуть наводил. И там все время стояла охрана на берегу. И запрещали заходить в океан туристам. Но я ж хитрый хохол. Поэтому я выбрал момент, когда они пошли покурить, эти охранники. Взял дочку старшую за руку. Она была еще маленькая. И думаю, надо искупаться в океане. Как так? Приехали на океан, а в океане не искупались. Все время в бассейне сидим. И мы с ней пошли в океан. А там мелко. Заходим, заходим. И вот эта волна, она берет, сбивает нас с ног и тащит назад в океан. Я еле вытащил дочку из океана за руку. Я тогда понял, что это не шутка. Они не просто так стояли на берегу и никого не пускали. То же самое было в Таиланде. А мы там были и на острове Пхукет, и на побережье были в разных отелях в разные годы. Постоянная волна. Я понимаю, конечно, есть бухты какие-то, есть подветренные стороны островов. Но мы почему-то попадались именно на те места и на те острова, где была вот эта волна. И опять стоит полиция, никого не пускает. Только в бассейне плавать. И уже только когда мы прибыли на Маврикий, я там увидел спокойный океан. Потому что вокруг были коралловые рифы. И поэтому они сбивали волну. Но все равно там волна еще была, более-менее такая высокая. А когда первый раз приехали на Мальдивы, это было года два-три назад, на другой остров, там была просто зеркальная поверхность воды. То есть был остров, он же отель. И вокруг была такая маленькая гряда коралловых рифов, которая сдерживала волну. И поэтому возле отеля, возле самого острова, прям вот реально зеркальная была поверхность воды. И здесь то же самое. Даже сейчас, видите, ветер, а волна еле-еле. А почему? Я вам объясню, как инженер гидротехник. Потому что высота волны зависит от трех факторов. От глубины водоема, от расстояния между берегами и от скорости ветра. Именно поэтому самые большие волны на Тихом океане, потому что он самый громадный, он в два раза больше Атлантического океана, раз в пять больше Индийского и раз в десять больше Северного Ледовитого и Южного океана, который недавно только назвали. Именно поэтому, потому что самый глубокий океан это Тихий, но тем не менее Магеллан, когда в 1520 году делал кругосветное путешествие и впервые вышел в Тихий океан, то там не было ни единого шторма. Именно поэтому его назвали Тихий океан. Вот так вот вкратце об Индийском океане, что он разный, так же, как и разнообразно вся наша жизнь. И это прекрасно, чтобы мы не забывали об опасности, которую представляет мир. И в то же самое время мы видели его прекрасным и знали, что здесь можно получить наслаждение. Так что вот так вот вкратце о своих впечатлениях об Индийском океане. Но он меня заряжает энергией в любом случае. Я захожу в него и понимаю, что эта стихия дарит мне свою энергию, которую я потом сублимирую и превращаю в рок-н-роллы. Поэтому всем уважаемым любителям рок-музыки я шлю привет с Индийского океана. Дай бог нам всем удачи!